В Старомосколе отметили День памяти тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества в более чем 30 точках мира. Традиционно местные ветераны локальных конфликтов и семьи погибших после торжественного митинга отправились к могилам староскольцев, которые так и не вернулись домой. Татьяна Скарга отдала войскам 20 лет жизни. Была фармацевтом, начальником аптеки. Объездила весь Советский Союз. В 84-м очередная командировка фельдшером в Туркестанский военный округ для оказания интернациональной помощи дружескому афганскому народу. У меня было боевое крещение. Я только прибыла в этот саперный батальон. Учебные занятия саперы. Устанавливали мины. Устанавливать, снимать. Ну и вот одна мина оказалась не учебной, а боевой. Солдат присел, минуту снимать. Он был бронежилетом, в каске. И мина взорвалась. Представляете, моё боевое крещение. Оторванные руки, ноги, развороченные лица. Ну, у меня кроме Афганистана ещё есть Чернобыль в моей биографии. Здоровья будет побольше. Вот так. Прорвёмся. Ежегодно 15 февраля ветераны боевых действий, вдовы и родители собираются вместе. День памяти объединяет не только тех, кто служил в Афганистане, но и в Чечне и других точках мира. Это более 30 территорий. Когда был только Афганистан, мы собирались. Понятно, в тот момент мы никто не думали, что потом последует и масса других событий. И у нас станет в нашем полку, так сказать, в нашем боевых рядах ещё прибавится ребят, которые проходят нелёгкую школу в различных частях, где познают, что такое война. Сегодня в Староскольском городском округе 2178 ветеранов боевых действий. 36 семей не дождались домой сыновей, мужей, отцов и братьев. Маме Виталия Нестеренко повезло. Вернулся домой живым и невредимым. В 2001 году из Ставропольского автобата его перевели в Чеченскую республику на долгих 16 месяцев. Ожидал. Я знал, что я попаду туда. Я не говорил никому об этом, ни родственникам никому, чтобы меньше переживали. У меня мама узнала, что я там только через 8 месяцев. Поначалу было сложно, страшно, как и все. Все мы живые люди, все мы смертные. Страшно было поначалу, потом привыкаем. Мы шли с тем учетом, что с той мыслью, не ради чего-то, не заслуги какие-то, ничего, а ради того, чтобы был мир на земле. Николай Ватутин вспоминает, что на обучение время особо не тратили. Два месяца на то, чтобы запомнить, как держать автомат, маршировать и в бой. Я год отслужил в Кундузе, а потом в Полихумрях уходили, как вводились уже старослужащие в основном все. Они год отслужили и уже увольнялись. А мы уже год отслужили, чтобы полк был не с одними молодыми, а более-менее. Меня перевели на ту же долгность, корректировщикам, связистам. Только арт-дивизион, там 395-й мотострелковый полк, а ветеранам низкий поклон, которые остались в живых, чтобы чувствовались бодрячком. Минуты молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Завершился торжественный митинг возложением цветов в память о погибших воинах-интернационалистах.